Когда в полдень мисс Поли с племянницей встретились за обедом, разговор у них явно не клеился. Поляна несколько раз пыталась заговорить, но почти сразу же спотыкалась на слове «рада» и смущенно умолкала. Когда на пятый раз не договорила начатой фразы, тетя Поля раздраженно покачала головой и со вздохом сказала «Ладно, моя дорогая, если уж ты не можешь обойтись без этого, рада, тогда говори. Я совсем не хочу, чтобы ты все время молчала». «Ой, спасибо вам, тетя Поля! А то мне так трудно! Понимаете, я так долго играла!» «Что ты делала?» — перебила тетя Поля. «И играла в игру, которую по...» Тут она поймала себя на том, что вновь чуть было не вторглась на запретную территорию. И покраснев, умолкла. Тетя Поля нахмурилась, но ничего не ответила, и обед завершился в полном молчании. Чуть позже Поляна услышала, как тетя Поля объявила по телефону жене пастора, что у нее разболелась голова, и она не сможет сегодня прийти на собрание женской помощи. Положив трубку, она поднялась в спальню и затворила дверь. Поляна пыталась вызвать в себе сочувствие к тете. Но несмотря на то, что она прекрасно знала, как скверно, когда болит голова, по-настоящему расстроиться она так и не смогла. Хоть ей было немного стыдно, но она радовалась, что тетя не пойдет на собрание женской помощи, а значит не услышит, как она будет излагать суть дела Джимми Бина. Поляна все еще не могла забыть, как тетя обозвала Джимми Бина маленьким попрошайкой и не хотела, чтобы она повторила это в присутствии женской помощи. Поляна знала, что собрание назначено на два часа дня. Женская помощь заседала в часовне при приходской церкви, примерно в полумиле от Харингстонского поместья. Поляна вышла из дома с таким расчетом, чтобы прийти на собрание не в два, а в три. Надо подождать, пока не все соберутся, размышляла она. Я-то уж знаю, что когда говорят в два, женская помощь собирается только к трем, а мне надо, чтобы их успело прийти побольше, иначе там может не оказаться той, которая как раз захочет взять к себе Джимми Бина. Ровно в три она подошла к часовне. Без малейших колебаний поднялась по лестнице и, отворив дверь, вошла внутрь. Она на мгновение задержалась в прихожей и прислушалась. Из главного помещения доносились женская болтовня и смех. Поляна решительно шагнула вперед и отворила дверь. Стоило ей войти, как женщины разом умолкли и с любопытством уставились на нее. Это смутило Поляну, и, входя в комнату, она чувствовала, как ее все сильнее и сильней одолевает робость. Когда она шла сюда, она как-то не думала, что ей придется предстать не перед родной и близкой женской помощью своего города, а перед дамами, часть из которых она едва знала, а с другими не была знакомой вовсе. «Здравствуйте, члены женской помощи!» Все же нашла в себе силы пробормотать она. «Я Поляна Виттер. Наверное, некоторые из вас знают меня. Во всяком случае, я вас знаю. Не всех, конечно!» Она замолчала. Тишина воцарилась такая, что в ушах звенела. Некоторые из женщин и впрямь уже успели узнать удивительную племянницу мисс Харрингтон. Другие не знали, но были наслышаны о ней. Но и у тех, и у других на мгновение словно пропал дар речи, и они были не в силах произнести ни слова. «Я... я пришла! Мне надо изложить вам суть дела!» Сама того не замечая, воспользовалась Поляна вооружением отца и снова смущенно замолчала. «Тебя... Тебя, милая, наверное, тетя прислала?» Спросила жена приходского пастора, миссис Форд. «О, нет! Я сама пришла!» Чуть покраснев, ответила Поляна. «Видите ли, я привыкла к женской помощи. Там, где я жила раньше, женская помощь растила меня вместе с папой?» Кто-то не удержался и захихикал. Жена пастора сердит, она морщила брови. «В чем дело, милая?» «Да в Джимми Бинне!» Поляна глубоко вздохнула и выпалила. «У него нет ни одного дома, кроме приюта». А приют переполнен. И Джимми говорит, что он там не нужен. Он говорит, что ему нужен другой дом. Обычный дом, где не надзирательницы, а мама и родственники, где о нем будут заботиться. Ему десять. Одиннадцатый. «Я думаю, кто-нибудь из вас захочет взять его к себе!» Поляна замолчала. Женская помощь молчала тоже. «Да-а-а!» Протянула одна из женщин, решившись наконец нарушить длинную паузу. «Я совсем забыла сказать, он будет работать!» добавила Поляна. И снова наступила тишина. Потом некоторые женщины принялись с достаточно безучастным видом задавать Поляне вопросы. Вскоре они уже знали о Джиме Бинне всё, что знала сама Поляна. И охотно, но безо всякого сочувствия, принялись обсуждать его. Чем дальше заходила беседа, тем больше недоумения охватывало Поляну. Многое из того, что говорили эти женщины, Поляна не поняла и вовсе. Из того же, что она поняла, она была вынуждена заключить, что ни одна из женщин, присутствующих на собрании, не хочет брать к себе Джимми Бина. Каждая категорически отказывалась взять мальчика сама, но неизменно называла кого-нибудь из других женщин, которые могут приютить бедного сироту, ибо у них самих нет детей. Однако ни одна так и не вызвалась предоставить кровь невезучему Джимми Бину. Тогда жена пастора предложила членам женской помощи взять на себя расходы на жизнь и образование Джимми. Она полагала, что стоит им немного уменьшить в этом году пожертвования детям далекой Индии. И задача окажется вполне по силам. Но тут в дело мешались все присутствующие. Женская помощь пришла в великое волнение и заговорила хором. Теперь в речах почтенных благотворительниц слышалось еще меньше доброжелательности. Из того, что они говорили, Поляна поняла, что их общество прославилось своими пожертвованиями на христианские миссии в Индии. Как бы там ни было, несколько женщин решительно заявили, что просто умрут от стыда, если женская помощь пожертвуют в Индию меньше обычного. Они еще что-то такое говорили про Индию, но Поляне казалось, что она не очень-то поняла. Не могла же она поверить, будто главное для этой женской помощи, чтобы сумма, указанная в списке пожертвований, была выше, чем у других благотворительных обществ. И они сохранили первое место в ежегодном отчете. Ведь получалось, что им совершенно безразлично, на какие дела пойдут их деньги. Поляна с сомнением покачала головой. Нет, все-таки она, наверное, не так поняла их. Насколько она не убеждала себя, визит оставил у нее на душе неприятный осадок. И, выйдя из часовни на улицу, она облегченно вздохнула. Правда, она тут же с тоской подумала, как трудно ей завтра будет говорить с Джимми Бином. Вряд ли он поймет то, что объяснила ей высокая женщина в очках. Она сказала, что за Джимми Бина их в отчете не похвалят. Конечно, учить на свои деньги язычников очень благородно, пыталась разобраться в своих впечатлениях Поляна. Я совсем не хочу сказать, что они не должны отправлять туда денег. Но она вздохнула. Когда их слушаешь, кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко. А на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания. Она снова вздохнула и понура побрела по улице. «Мне все-таки кажется, Джимми Бин, который растет рядом с нами, должен для них быть главнее какого-то отчета». Тихо, но уверенно проговорила она на ходу.